Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Викли, и сегодня, ребят, как видите, я нахожусь в своей старой деревне, ребят, да, эта деревня достаточно уже старая, я в ней, к сожалению, уже не живу, ребят, вот, ну, ребят, я вот такой по ностальгической, так сказать, ноте решил вернуться в эту деревню, вот, и, ребят, давайте прямо сейчас, перед началом этого видео, пожалуйста, ребят, поставьте свой лайк, подпишитесь на канал и нажмите, ребят, на колокольчик, всего лишь, ребят, всего лишь за 2 секунды, давайте, ребят, я думаю, что это сможет сделать только профессионал в Майнкрафте, если ты являешься профессионалом, то ты сможешь сделать эти 3 самых простейших действия, давай, я тебе даю всего лишь 2 секунды, давай, друг, 1, и, давай, 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 еще 2 секунда, и, давай, давай, я уже вижу, как ты подписываешься, 2, все, я думаю, то, что ты успел, ты просто молодец, вот, как я сказал, я вернулся в свою достаточно старую же деревню, я в ней, уже, так сказать, начал снимать свои видео про супергероев, вот, как вы помните, вот эта кузница, это была моим домом, ребят, но, к сожалению, сейчас ее продали, и здесь живет другой житель, и поэтому здесь все изменилось, тут уже в моей лаборатории нет, ребят, да, там все, ну, в подвале изменили, там сделали хранение для продуктов, вот, я, собственно, почему же вернулся в эту деревню, ребят, я вернулся сюда, чтобы, ну, так сказать, увидеть со своими старыми друзьями, помочь им тут по хозяйству, так как скоро лето, вот, нужно тут ухаживать за огородом, вот, ребят, приехал, так, просто отдохнуть, можно сказать, на выходные, да, ребят, сейчас как раз каникулы, вот, и приехал я, так сказать, немножечко отдохнуть, так, давайте мы здесь все-все-все, ребята, вскопаем, так, отлично, ага, вот, я уже увидел много своих старых друзей, Также, ребят, увидел много новых жителей, да, тут достаточно много новых жителей, ребят, поселилось, это просто очень меня радует, потому что эта деревня не стоит на одном месте, постоянно развивается, вот, ну, то, что, конечно, мою лабораторию там убрали, это меня немножечко тревожит, но, ребят, я же всё-таки переселился в башню Старка и сейчас живу там, ну, это как мой основной дом, вот, и поэтому здесь сейчас просто, ну, обычная деревенская жизнь. Так, здесь я за огородом всё присмотрел, пойдём сейчас за тем огородом тоже присмотрим, и я уже, наверное, буду уходить, потому что я, ну, живу в этой деревне уже пару дней, вот, майнкрафтовских, конечно же, вот, и уже, наверное, скоро буду обратно улетать, улетать, да, в свой Нью-Йорк, вот. Так, давайте, ну, майнкрафтовский Нью-Йорк, так, давайте мы тут всё поубираем, так, хоп-хоп-хоп, так, хоп-хоп-хоп-хоп, отлично, так, здесь тоже, так, слушайте, много достаточно урожая, надо потом это пойти всё сложить в, конечно же, в кузницу, это же такой самый главный, может сказать, дом в деревне, вот, да. Продали, кстати, этот дом одному зажиточному жителю, да, у него много денег, такой прям крутой житель, вот, я, если честно, с ним ещё не знакомился, потому что он новый в этой деревне, то есть, вот, я уехал, и буквально через дня три приехал этот новый житель, вот, я просто, когда мне сообщили, какой богатый житель приехал, я просто был в шоке. Ладно, так, в принципе, мы, опа, так, выросло быстренько, хоп, и садим, всё, ребят, отлично, за огородом мы присмотрели, помогли нашим старым друзьям, так, они, как всегда, тут все тусуются, тут у нас главная улица, так, давайте положим всё вот сюда, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, так, отлично, мотыга, кстати, тоже его, ладно, в общем, мы всё убрали, ладно, я думаю, то, что у него же стоит уходить. Эй, двигли, двигли. Э, стоп, это кто сказал? Это что, из этого дома? Да, 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 здесь заходи. Ладно. Так, хорошо, о, привет, житель. Привет, привет, слушай, у меня для тебя есть одно секретное задание. Задание? Серьёзно, какое? В общем, по старой дружбе, по нашей очень хорошей дружбе соседей, я решил сделать тебе подарок, как только я узнал, что ты появишь нашу деревню, начал разработку кое-чего невероятного. Серьёзно? А почему ты так тихо говоришь? Потому что это тайна, никто не должен об этом знать. В общем, помнишь, у меня потом находится лаборатория, я начал разрабатывать костюмы, как и ты. Да, 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 я помню, я был в шоке, когда нашёл это. В общем, смотри, сзади меня стоит сундук, там находится карта и лопата. Ты должен пойти к окраине грёзовой рощи, там будет такая поляна и граница двух разных биомов. На этой поляне ты должен найти от меня подарок. Хорошо, хорошо. Слушай, я так и не понял, почему это так секретно? Потому что никто из жителей не должен знать, что я разрабатываю различные устройства, и в общем, там тебе ждёт очень интересный подарок, я думаю, тебе понравится. Хорошо, житель, спасибо. Так, ладно. Так, вот карта и лопата. Так, где, ты говоришь, ещё раз он находится? На пересечении двух биомов. А именно берёзовой рощи и обычного поля. И там будет такая маленькая, очень красивая поляна. Хорошо, я понял, спасибо, житель. Так, хорошо, ребят, в общем, житель мне, как видели, дал карту и дал лопату, чтобы я нашёл его, так сказать, подарок. Ну, давайте попробуем пойти найти его, даже не знаю. Так, запрыгиваем, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, вон я вижу берёзовую рощу, и он скалон на границе двух биомов, и чтобы была маленькая поляна. Так, почему я не мог поставить просто какую-то метку? Так, мы пришли на наше место, и вроде это оно. Смотрите, пересечение двух биомов, раз, маленькая поляна, два, и, в принципе, всё. Вроде это здесь должно быть. Давайте попробуем копать, может, здесь что-то реально есть. Так, опа! Реально, ребят, смотрите, сундук, а ну-ка, так, давайте, хоп-хоп-хоп, раскапываем. Так. А ну-ка, ребят, реально какой-то сундук, слушайте. Так, ну, давайте посмотрим, что нам этот житель припрятут. Так. Офигеть! Костюм железного паука, ребят, смотрите, какой нам подарок от жителя. А ну-ка, давайте наденем его. Офигеть, ребята! Так, это всё мы здесь вставляем, ребята, офигеть. Обалдеть, ребята, нам тот житель это подарил. Круто! А я сразу подумал, почему он не сложил свой подарок там, в сундуке. Потому что, ребят, это был костюм супергероя. Спасибо огромное этому жителю. Так, давайте, ребят, начнём испытывать его способности. Так, ребята, а ну-ка. Так, ребят, смотрите, мы можем пускать паутину. А ну-ка, давайте зацепимся до дерева. И уху, мы полетели! Так, ладно, давайте попробуем следующую способность. Это ещё одна паутина. А, это мы можем вот так вот. Понятно, ребят, смотрите, мы можем бросаться в паутины. Ух ты, ребята! Смотрите, как можно делать. Круто! Так, следующая способность, это что? Ага, я понял, значит, это такая способность сделать такой вот блок. Очень круто! Смотрите, просто, как я могу делать, ребят. Это реально круто! Так, давайте, давайте посмотрим следующую способность. Это у нас... Вау! Смотрите, мы можем пускать такой залп паутины. А ну-ка, сейчас у нас восстановятся наши силы. Я вам ещё раз это покажу. Давайте уже на каком-то, не знаю, на каком-то живом существе. Так, зацепляемся. Зацепляемся. И куда-то мы сейчас вот сюда вот улетим. Давайте отцепимся, хоп! Так, эээ... Так, не знаю, давайте сейчас найдём кого-то, какую-то коровку. Блин, сейчас мы так залезем. Так, хоп! Вот коровка, смотрите, сейчас попробуем на ней это испытать. Так, пуляем, хоп! Так, хоп! Блин, на ту кнопку нажимаем, хоп! Что такое хоп? Вот, наконец-то получилось. Не знаю, что-то не получалось. Вот, и можно так запутывать нашего противника. Тоже очень круто. Так, ребят, следующая способность. Это у нас вот такие вот, ребята, да, выдвижные лапки. Смотрите, ребята, ребят, реально как в фильме Мстители Войны Бесконечности и Мстители 4. Вот такие выдвижные лапки у Человека-паука. И вот с помощью них мы можем просто всех кромсать в округе. Так, следующая способность. Это у нас... Какая способность? Это, ребята, режим мгновенного убийства. Да, ребят, как в поясе Мстители 4 Человека-паука применял эту способность. И мы можем просто вот вообще вот просто вот всех вот, кого мы, ребят, видим, просто уничтожать с парочки ударов. Так оно снова останавливается. И, ребята, еще у нас способность. Это вот такое вот, ребята, приближение. Да, вот такой вот зум. Очень тоже, блин, тоже, я считаю, очень полезная способность. Так. И вот мы даже без помощи мгновенного убийства всех просто кромсаем направо и налево. Так. И давайте мы так туда зацепимся. Хопа! Ух! Ребят, смотрите, как мы летим. Так-так-так, тихо отпускаем. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Ой, ребята, как мы сейчас пролетели над океаном. Ой, как круто, ребята. Так. И давайте куда-то наверх туда. Ить! Нет, ребят, у нас паутина туда не долетела. Да, конечно, Человека-пауку. Намного легче летать в городе, нежели в горах. Так. Давайте наверх. Хопа! Ладно, ребят, в общем, вот такой офигенный костюм нам подарил житель. Тихо, ребят. Такой офигенным костюм нам подарил этот житель. Очень, ребята, круто. Я ему говорю просто огромное спасибо. Сейчас я его сложу. Наверное, заберу его с собой в город. Ну, конечно же. Вот. И... Да. В общем, мне он очень понравился. А сейчас, ребята, мы испытаем этот замечательный костюм на различных, ребята, злых мобах. Ну, что ж, погнали. Так. И давайте сейчас будем кого-то искать. Так, вот я уже вижу первую нашу жертву. Это паук. Как ни странно. Так, да, как это символично. Господи, мы убиваем его с первого удара. Как видели, вот у нас сейчас загораются такие красные такое свечение по бокам. Это означает, ребята, паучи-чутье. Да, у нас здесь паучи-чутье. Так, и вот сейчас она у нас сработала на ведьме. Давайте мы ее... Ой, я в нее кинул яйцо. Так, мы ее убиваем. Так, крифера тоже мы сейчас убьем. Так. И вот, как видите, мы, в общем, всех просто убиваем. С парочки ударов. Потому что у нас очень есть сильные паучи-мышцы. Плюс наш супер-костюм. Так, давайте мы попробуем как-то паутиной. Ой, смотрите, получается тоже паутиной дамажить. Но давайте мы вот так еще сделаем. Так, вот с крипером это опасно, потому что он нас может взорвать. Так, там у нас, видите, такой x-ray на мобах. Смотрите, ребята, они под землей у нас видны, лошары. Так, ой, ой, что это мы... Мы это включили, лапки или что? А, это щит. Ну-ка, давайте сейчас попробуем. Так, щит, включайся. Щит, давай. И нас никто не может побить, да. Так, ой. Ой, смотрите, ребят, как мы можем. Так, давайте мы их сейчас запутаем. Так, хоп. Что ж такое? Сейчас у нас отрегенируется наша способность. Так, почти. Давай, сейчас. Да, мы смогли запутать одного зомбика. Нет, он все-таки как-то выжил. Как-то я кривую пускаю эту паутину. Ладно. Так, давайте попробуем еще что-то сделать. И это у нас просто лапки. Просто с помощью лапок мы тоже всех убиваем. Но, ребят, в обычном обае это слишком легко для нас, как бы. Вот, видите. Ну, давайте напоследок я включу вам уже мгновенное убийство. Да, просто с помощью мгновенного убийства мы убиваем просто всех, ребят, направо и налево. Также, ребят, наши это офигенные, ребята, поучить ее так же работает. То есть, к нам никто не сможет подобраться. Так, все убиваем. Это уже не с помощью мгновенного убийства, потому что она длится, ну, недолго. Так, ой-ой-ой, я крипера как прозевал. Так, и давайте убьем тех двух скельтончиков. И уже на этом, наверное, будем заканчивать. Так, просто, ребят, смотрите, просто всех убиваем. Так, снежку не трогаем. Все, ребята. Ой, фух, я подумал, что я задел. Ладно, ребят, на этом все. С вами был Отвикли. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ребят, обязательно нажимайте на колокольчик, вот, если вы это еще не сделали, вот. Ну, а с вами был Отвикли. Я не прощаюсь. Я говорю вам до новых встреч, если вы гонится этот маленький зомби. Всем, ребята, давайте, до новых встреч. Продолжение следует...